К тому времени, когда мне было 26 лет, я был безграмотным, не умел читать, и я был каменщиком. У меня были очень серьезные проблемы. Я не был в состоянии переваривать информацию, и я не был в состоянии даже говорить нормально. Но 25 мая 1969 года, я стал христианином, и я посвятил свою жизнь Иисусу Христу. И это просто перевернуло мою жизнь. Бог дал мне две мечты. Одна мечта — это увидеть, сколько денег человек, один человек, может отдать, пожертвовать за свою жизнь. А мы были очень бедными. И вторая — это изменить мир на 300 лет. Это были сумасшедшие мечты. Но сегодня наша корпорация, она распространена, она действует по всему миру. Мы являемся единственной корпорацией в мире, которая имеет собственную валюту. У нас нету никаких долгов, никаких задолженностей, вообще ни в чем. Мы имеем собственный банк с золотыми и серебряными резервами. Одна компания в Техасе заплатила мне миллион долларов за совет, за 15-минутную консультацию. И они сами заработали 120 миллионов. Я вам рассказываю это, потому что я верю, что вы то же самое можете делать. И Бог желает вашего полного развития. Но как это все произошло? Я начал находить какие-то слова в словарях. Я купил словарь, положил один возле своей кровати. Один словарь положил в туалете. И словарь в моей старой машине. И я продолжал показывать слова в словарях и получать людей, чтобы мне сказать, что они значат. Я показывал разные слова в словарях людям и просил, чтобы они объяснили, что эти слова значат. Я проходил эти словари от корки до корки, перечитывал до тех пор, пока я не стал понимать каждое слово, которое там. И я также прочитал 2000 биографий. И я изучал закон, то есть юриспунденцию. Затем бухгалтерский учет, бухгалтерию. Философию, богословие. Экономику, политику. И историю. Я обнаружил, что мозг, он как мускул, который можно развивать. И затем я начал бизнес, пошел в бизнес. Потерял абсолютно все. И затем я со всеми долгами рассчитался. Начал бизнес второй раз и снова обанкротился. В общем, от второго удара, когда лошадь тебя ударяет второй раз, ты ничего нового не узнаешь. Затем я третий раз начал бизнес. После того, как все долги выплатил, после второго банкротства. Те, кто с нами имели дело, никто из них не потерял денег, то есть мы всем выплатили. Но моя жена очень переживала, потому что я так усердно работал. Она говорит, ты тратишь столько денег на книги, и ничего толком не происходит полезного. Ты три шага вперед делаешь, а четыре назад. Это не работает. Просто устройся на работу. Я говорю, нет, не устроюсь на работу. Она говорит, почему? Потому что работа, это как бы дает тебе возможность жить чуть-чуть более уровня нищеты. Чуть выше. Она говорит, но мы вообще становимся беднее, вместо того, чтобы становиться богаче. Но на нашу 33-ю годовщину я купил ей прекрасное ожерелье. Там было 49 каратов, и там было 39 каратов бриллиантов. Настолько большое это ожерелье, что когда она одела, ей вот так пришлось ходить. Я говорю, что-то в последнее время ты как-то не возмущалась по поводу книг, которые я купил. Итак, я начал бизнес третий раз. Опять все потерял. Что делать, когда твои мечты просто разваливаются? Ты еще берешь одну мечту. Мы никогда не должны замолкать, успокаиваться, останавливаться до тех пор, пока Бог не заберет нас на небо. И после того, как я выплатил все кредиты, долги после третьего банкротства, я начал бизнес четвертый раз. И я создал огромную корпорацию недвижимости. Это была самая крупная корпорация такого типа в Австралии с офисами в Сингапуре и Гонконге. Мы ее продали много лет назад, эту корпорацию. И сегодня наш бизнес действует во многих частях света. Так.